Если кто-то хочет провести урок в этих мечетях или даже в других мечетях в Саудовской Аравии, то он должен подойти определенным критериям для того, чтобы получить на это разрешение властей. Почему? Потому что в Саудовской Аравии существует защитная политика, которая была разработана с целью защитить мусульман от проповедников, которые отклонились от ислама и его учений. И, аль-хамду лилля, это очень полезно и важно, поскольку так много людей были сбиты с пути, так называемыми проповедниками, которые утверждали, что они были помощниками ислама и мусульманской общины, но на самом деле они были совершенно противоположным, призывая людей к насилию и террористическим актам. Из-за их действий было нанесено столько вреда и ущерба. В этом году, в сентябре месяце прошло 20 лет с тех пор, как произошло 11 сентября 2001 года. К сожалению, с тех пор произошло так много других злодеяний, и нет никаких сомнений в том, что мы, мусульмане, исповедующие религию в соответствии с Хораном и Сунной, осуждаем каждое из этих злодеяний. Мы не хотим насилия и не хотим, чтобы ислам изображался как религия терроризма, потому что это было бы вопиющей ложью. И правительство Саудовской Аравии прилагает большие усилия, чтобы помешать этим людям в распространении их заблуждений и пропаганды их ложной идеологии. А когда их ловят на этом, они попадают в тюрьму. И здесь, в Исламском университете Медины, действует та же политика. Учащиеся студенты, имеющие склонность к насилию, будут немедленно отчислены. К таким людям нет толерантности. И также, пользуясь этой возможностью, я хотел бы затронуть два определенных аспекта, в отношении которых, как мне кажется, имеется множество недопониманий и неверных толкований. Речь идет о нешариатских законах и других конфессиях. Университет четко придерживается принципа, согласно которому иностранные студенты из зарубежных стран должны подчиняться нешариатским законам их стран в том, что не противоречит шариату. 85% студентов – граждане других стран. Пока они живут в Саудовской Аравии, они подчиняются законам шариата, поскольку это официальный закон Саудовской Аравии. Но когда они возвращаются в свои страны, они должны подчиняться законам своих стран. Это официальная позиция университета. Что касается других конфессий и религии, Исламский университет всегда поощряет своих студентов проявлять хорошие манеры по отношению к немусульманам, быть вежливыми и справедливыми по отношению к ним. Вот перевод аята из Корана, который читают преподаватели университета, когда объясняют студентам, как им следует обращаться с немусульманами. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми и поступать справедливо с теми, кто не сражался с вами из-за вашей веры и не выгонял вас из ваших домов. Поистине Аллах любит беспристрастных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok